Строительство железных и автомобильных дорог, мостов, новых урбанизаций и сельское хозяйство. Вот сфера интересов одного из крупнейших государственных инвесторов Китая – Сычуаньской железнодорожной корпорации. В дни молодежного форума студентов регионов ПФО и провинций верхнего и среднего течения Янцзы наша съемочная группа побывала в городе Чинду. Там находится главный офис корпорации. Инвестиционная группа железной дороги Сычуань была основана партийным комитетом и правительством провинции в декабре 2008 года для развития железнодорожных и автомобильных дорог. В то время уставной капитал составил 20 миллиардов юаней. Сегодня он увеличился почти в 7 раз, а инвестиционные строительные проекты распространяются на 28 провинций и ряд зарубежных стран Европы, Африки, Юго-Восточной Азии, а также на Австралию и Россию. Сегодня корпорация работает в трех регионах Приволжского федерального округа – Татарстане, Самарской области и Чуваши. Китай и Россия сейчас являются стратегическими партнерами. В июне этого года председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин посещал Россию с визитом, принимал участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Музей и корпорации – десятки реализованных масштабных проектов, подтверждающих высокое качество работы. Из последних – мост в Норвегии, выдающийся не только техническими параметрами, но и оформлением. Издали напоминает северное сияние и прекрасно вписывается в пейзаж. Впрочем, объекты Сычуаньской железнодорожной инвестиционной корпорации органичны не только внешне, но и внутренне. Кредо компании – сохранение окружающей среды, использование природосберегающих технологий. В первую очередь, эти соображения легли в основу концепции агропарка Сычуань-Чуваши. Проект предполагает создание отраслевой цепочки, кормовые угодья, молочное животноводство, переработка молочного сырья с общим объемом инвестиций 10 миллиардов рублей. Мы должны выбрать правильный адрес для строения этого проекта. Этот акропарк не должен находиться очень близко к городу, чтобы сохранять экологию. Во-вторых, в этапе реализации этого проекта мы планируем закупать самое хорошее оборудование, линия для производства из России или из европейских стран по высшим стандартам. Мы очень благодарны, что наш проект получает огромную поддержку от правительства Чувашской республики и от самого народа республики. Через этот проект мы создаем много рабочих мест для местных жителей. Мы должны в то же время сохранять экологию в республике Чуваши. И мы планируем в течение трех года реализовать всего проекта и получаем уже молочные продукты. Сохранение комфортной и здоровой среды для жизнедеятельности – цель еще одного проекта, в котором участвует Сычуаньская железнодорожная инвестиционная корпорация. Новый район Тиньфу предполагает создание города-садов в полном смысле слова. В городе Чинду, центре провинции Сычуань, под него отведено 73 квадратных километра вокруг живописного озера Синлун. Здесь разместятся научно-исследовательские, инновационные предприятия, жилье, сельскохозяйственная территория и лесопарковые зоны. Экологический спутник Большого Чинду переводится как «небесный город» и должен стать моделью современного мегаполиса.